Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я хочу представить вашему вниманию доклад «Коррекция синдрома рака обусловленной слабости». В прошлом году мы рассматривали ряд таких тягостных симптомов, как слабость водно-электролитная, раношение кофексии, и говорили о том, что, скорее всего, хроническое системное воспаление играет такую ведущую, триггерную роль дирижера в активации этих симптомов. Хочу просто вам немножко напомнить, что же такое хроническое системное воспаление и почему мы так к нему заинтересованно относимся. Дело в том, что это такой практически клинически непроявляющий себя синдром, в отличие от острого системного воспаления. Извините, пожалуйста, а где указка? А вот это? Значит, клинически себя практически непроявляющий, никак вялотекущий. И вот такое в литературе еще вы можете встретить тлеющее хроническое воспаление, в отличие от вот такого ярко выраженного острого системного воспаления. Значит, основными участниками являются, конечно, это активизированные лейкоциты и те клетки, которые к нему примыкают к микроциркуляторному руслу и страдает очень выраженное микроциркуляторное русло, что затрагивает работу, в общем-то, интересы всех органов. И поэтому может снижаться достаточно сильно функциональный резерв любых органов. И, конечно, вот уже в таких стадиях может быть полиорганная недостаточность в запущенных стадиях. Поэтому вот хроническое системное воспаление, оно, в принципе, появляется основными участниками. Это провоспалительные факторы, это воспалительные белки. Сущность, в общем-то, это нарушение микроциркуляции в конечном итоге. И как итог, конечно, вот, как я уже говорила, уменьшение резервной функции органов, что может привести к органной недостаточности, в принципе, и приводит. С чего же начать? Знаете, мы всегда сталкиваемся с инкурабельно больным, и порой задаем себе вопрос, что же начать, с какого симптома, что является ведущим. Немного знаем о хроническом системном воспалении. И поэтому какие же первые действия и какие первые шаги нужно делать? Поэтому в этом году что сделали мы в институте у нас внеонкологии имени Петрова? То есть мы систематизировали некоторые данные, то есть посмотрели, взяли воспаление как ориентир к коррекции того или ильиндрового синдрома. В этом году мы рассматривали только, занимались только слабостью. И вот на такой, на основе вот таких диагностических критериев мы постарались выстроить точку отсчета вот в терапии. Поэтому в этом году мы занимались слабостью. Значит, мы взяли, с пациентом проводили, работали с опросниками. Это опросник утомляемости, опросник качества жизни, опросник активности пациентов, шкала Корновского. И общий соматический статус рассматривали. Но все эти опросники, они отражают субъективные ощущения пациента. Для того, чтобы как-то это объективизировать, мы пользовались скрининговой кистевой динаметрией. То есть мы пользовались динамометром. И также мы пользовались ориентиром воспаления. Это определение цири активного белка и цитогенового ряда. У нас была такая возможность у 25 пациентов измерить полностью весь цитогеновый ряд. Значит, что же мы, собственно, сделали? Мы рассмотрели 45 женщин. Взяли 45 женщин в возрасте от 30 до 70 лет с раком молочной железы, который был гистологически верифицирован. И это были женщины, которые или уже прошли курс химиотерапии, лучевой комбинированной терапии, уже закончили более месяца назад. Или это люди, которые признаны были сразу инкурабельными и не проходили никакой вид терапии. Значит, вот с такими пациентами мы разработали поисково-диагностическую карту, определили ведущий синдром и начали, уже затем выбрали вектор терапии, этапность этой терапии. Всех этих пациентов мы разделили на три группы. И ориентиром у нас был С-реактивный белок. То есть первая группа была с высокой группой реактивности. У С-реактивный белок в районе 21-30, группа средней реактивности и группа с низкой реактивностью. Почему мы взяли С-реактивный белок? Потому что вот из тех пациентов, у которых мы проводили полный цитогеновый ряд, исследовали, это достаточно дорогостоящая процедура. Поэтому мы увидели положительную корреляцию с С-реактивным белком. Поэтому на нем, собственно, и остановились. Мы увидели очень выраженную корреляцию его С-реактивного белка с другими показателями качества жизни. Особенно это было выражено в первой группе реактивности с высоким С-реактивным белком. То есть обращает на себя внимание, что динамометрия была снижена в 2,5 раза, что, в общем-то, для такой возрастной группы достаточно низкий показатель при высоком С-реактивном белке. Затем хочется вам тоже показать, что также в первой группе, где была высокая реактивность, сила мышцы была значительно снижена, что, в общем-то, и соответствует физической слабости пациента. Затем я хочу вам показать соответствие уровня С-реактивного белка, то есть уровня системного хронического воспаления на показатели качества жизни. Значит, вот первая группа красным цветом – это группа высокой реактивности. И показано, что очень сильно у них снижено функциональное физическое функционирование. И на что мы обратили внимание? На то, что вот вторая группа вот в этом графике здесь видно вам или нет зелёным цветом. То есть вот эта часть физическое функционирование, здесь психологическое, в общем-то, составляющее качества жизни. И поэтому здесь, в первой группе, первая группа с высоким С-реактивным белком была резко снижена физическое функционирование, а здесь была снижена эмоциональная у группы, у которых достаточно низкий был С-реактивный белок. То есть поэтому мы вот, видите, разные причины такой выраженности слабости, поэтому мы это объединили в такой функциональный диагноз – синдром ракобусловленной слабости. Хочется сразу вам сказать, что наши зарубежные коллеги, они рассматривают синдром слабости не только со стороны воспаления системного хронического, но ещё и нарушение работы самой моноаминергической системы. Значит, провести какое-то исследование в этой области достаточно сложно, просто это было уже взято из зарубежных коллег и их исследование, потому что исследование гормонов, измерение гормонов моноаминергических, имеется в виду серотонина, допамина – это достаточно сложная процедура, и она никаким образом не коррелирует с количественным измерением их в перихирической крови. Но уже по своему поведению пациента мы можем понять, например, если у пациента ажиотация, у пациента гиперальфиксия, то, скорее всего, это повышенное количество серотонина гормона у него. Если он социально как-то неадаптирован, изолирован, то, скорее всего, не хватает допамина этому пациенту. Поэтому, учитывая это, мы стали проводить следующую терапию. Первая группа, где у больных достаточно высокий цирреактивный белок, группа высокой реактивности, мы проводили в течение месяца противовоспалительную терапию, которая включала ряд препаратов, которые вам представлены. Естественно, гастропрактитеры были включены в этот вид терапии. Вторая группа. Вторая группа смешанная. Это группа со средней выраженностью системного воспалительного синдрома. Здесь проводилась первые две недели та же терапия противовоспалительная. И вот вторая терапия. Назначались те препараты, которые учитывали вот тот второй механизм слабости, нарушение моноаминергической системы. То есть применялся препарат ондонцитрон или пикамилон. Ондонцитрон – это препарат. У нас, к сожалению, не зарегистрированы препараты в России, которые уменьшают уровень серотонина. Но у нас есть препарат, который блокирует серотониновый рецепт. Это вы его хорошо знаете, поэтому мы его уже рутинно применяем. Называется он ондонцитрон. Значит, опять же, мы выбирали или при той же ажиотации, или при той же, например, социальной кутоизоляции. Значит, и третья группа. Это группа, в которой достаточно низкий был цареактивный белок. Поэтому в этой группе мы не стали применять противовоспалительные препараты. Сразу применили препараты, которые нормализуют моноаминергическую систему, о которых я вот уже говорила. И что же мы увидели? Мы увидели, что во всех группах была четко положительная динамика по исследуемым признакам с повышением физического функционирования на 44% и ролевого функционирования на 58%. И, конечно, максимальные сдвиги были отмечены в первой группе, где был самый высокий цареактивный белок. Значит, отмечалось его снижение с 29 до 14 и повышение мышечной силы с 13 до 25, что очень значимо, что указывает на улучшение физической формы пациентов. Конечно, в нашей терапии были побочные эффекты, потому что терапия достаточно агрессивная. Что же мы видели? Мы видели, что у нас появлялись диспептические явления, боли в желудке. У 12 человек и 10 человек были боли в желудке. В этой ситуации доза была снижена в два раза, усиленная гастропротектора дозировка. У нас было отмечено и желудочно-кишечное кровотечение у пяти человек, которое не требовало хирургического вмешательства. Естественно, терапия была отменена. Терапия была продолжена в связи с кровотечением. И были боли в желудке. Они появились на фоне тахикардии, что не было так явно связано именно с этой терапией. Но терапия была отменена. И что мы заметили? Все эти осложнения появились, как правило, к третьей неделе. То есть на третьей, четвертой неделе, первая и вторая недели, как правило, была без этих. И, конечно, это первая группа, где была самая мощная противовоспалительная терапия. Но вот здесь на этом графике я хочу показать зависимость сроков осложнений. Итак, на первой неделе у нас мы не видим никаких осложнений. На первой неделе мы видим, вернее, первые две недели мы видим четкое уменьшение цирреактивного белка. То есть уменьшение системного хронического воспаления. И вот здесь практически нет никаких осложнений. А что дальше? А дальше мы видим, что системные воспаления останутся практически на том же уровне. То есть нет резкого снижения показателей. А вот осложнения начинают нарастать. Поэтому, конечно, вот эти две недели это является, скорее всего, критерием, когда мы можем закончить вот такую агрессивную противовоспалительную терапию. На этом этапе у людей, у которых появились осложнения, мы измеряли цирреактивный белок каждую неделю. Какая же практическая значимость всех этих исследований? А практическая значимость в том, что на базе вот этой поисково-диагностической карты мы составили две схемы подбора терапии. Вот первая схема, которая вам представлена, она, конечно, такая немножко громоздкая, сложноватая, где мы включали и индекс массы тела, и цирреактивный белок, космолярность, индекс карновского, общесоматический статус, краткий опросник утомляемости, динамометрия. Все это громоздко, все это сложно, есть ли времени, есть ли возможности. Поэтому у нас есть возможности, в институте у нас есть осмолярность, лаборатории, то есть мы все это можем измерить. Какова интерпретация результатов? То есть, если количество баллов, значит, все это в бальной системе, все это в бальной системе, если количество баллов совпадало, там 14-21, противовоспалительная терапия, поиск центральных механизмов – 7 баллов, то есть мы приглашали других специалистов или поиск других причин слабости. Могу вам предложить такую упрощенную схему. В упрощенной схеме здесь включается только индекс массы тела, цирреактивный белок, динамометрия и индекс карновского. Значит, индекс массы тела не заставляет сложности рассчитать, цирреактивный белок представляет сложности, потому что, как правило, к нам приходят пациенты, и вы, наверное, с этим тоже сталкивались, очень большое количество анализов биохимических, клинических, но нигде практически нет цирреактивного белка. Поэтому у онкологов, как правило, нет памяти о том, что цирреактивный белок нужно автоматом везде. Поэтому вот сейчас, конечно, нужно как-то вырабатывать и у онкологов, и у терапевтов, и у людей, которые курируют вот этих пациентов, чтобы цирреактивный белок, он был все время в биохимических анализах. Динамометрия. Динамометрия. Не везде есть динамометры. Вы знаете, это, в принципе, его можно носить с собой, если это на дому осмотр пациента идет. Это аппарат, который массой и размерами тонометра нашего, то есть он совершенно не тяжелый, не громоздкий. И индекс Корновского, Корновский, шкала Корновского, то есть это маленький листочек, в котором очень быстро, четко обозначена балловая система в процентном соотношении его физическое состояние этого пациента. Вот и все. Интерпретация этих, интерпретация здесь вот буквенная, поскольку вот здесь вот указаны буквенные обозначения, буквенные обозначения, поэтому они в интерпретации тоже выносятся, то есть от количества букв будет зависеть и выбор терапии. Ну, преимущественно, преимущество этой схемы, конечно, такая формат, формат подхода к терапии. То есть, конечно, когда нет выездной бригады, нет хосписной службы, когда это ложится все на плечи терапевта или неопытного врача, это большое подспорье, что называется. Мало того, это патогенетичный подход к коррекции этого синдрома. И, естественно, ориентация сразу на ведущий синдром, распределение группы можно, и активация, вот после, конечно, нужно контролировать после каждой схемы, проведенной данному пациенту. И выводы. Конечно, здесь мы можем сказать о том, что воспаление играет существенную роль в поддержании синдрома рака об условной слабости и может определять как ведущий вектор начала противовоспалительной терапии. Что касаемо направления нашей деятельности вне онкологии Минпетрова, у нас, конечно, планируется проводить определенные исследования. В этом году наш интерес, скорее всего, будет направлен на то же системное хроническое воспаление и осмолярность, то есть нарушение водно-электролитного обмена, его коррекция. Потому что у нас есть такие возможности и технические, и заинтересованность наших руководителей. Поэтому мы планируем, что у нас получится, там будет видно. И, конечно, разработка практических рекомендаций – это самое главное, на что мы ориентируемся. И хотим сказать, что, конечно, все эти наши исследования, хотелось бы, чтобы они были такие вклад в копилочку, в ту программу обучения специалистов по палеоактивной помощи, которая, в принципе, у нас планируется. Потому что нет определенной методологии работы с инкурабельными больными. То есть все достаточно не так, все просто. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.